Здравствуйте, ребята! Тема нашего урока – закономерности географической оболочки, взаимодействия природы и общества. Сегодня на уроке мы с вами узнаем, что такое закономерность, основные закономерности географической оболочки, в чем выражаются закономерности географической оболочки на земной поверхности, экологические проблемы. Географическая оболочка – это целостная и непрерывная оболочка Земли, которая образовалась в результате взаимопроникновения и взаимодействия веществ отдельных геосфер – литосферы, гидросферы, атмосферы и биосферы. Оболочки Земли. Наша планета состоит из нескольких оболочек сфер. Биосфера – это оболочка, которая изучает жизнь живых организмов. Литосфера – это земная оболочка Земли. Гидросфера – водная оболочка, атмосфера – воздушная или газообразная оболочка. Границы географической оболочки выражены нечетко, поэтому ученые определяют их по-разному. Общая мощность географической оболочки составляет 55 километров. Между оболочками Земли происходит сложное взаимодействие и непрерывный обмен веществом и энергией. Все оболочки Земли, составляющие географическую оболочку, связаны между собой сложными процессами круговорота веществ. Перед вами показаны круговорот веществ в сообществе живых организмов, круговорот веществ в земной коре, биологический круговорот веществ на суше. Закономерности географической оболочки. Целостность, ритмичность, круговорот веществ и энергии, зональность. Начнем с первой закономерности. Целостность — это единство географической оболочки, обусловленное тесной взаимосвязью всех компонентов природы. Ритмичность — это повторяемость во времени природных явлений. Она обусловлена космическими и геологическими причинами. Зональность — это основной закон распределения природных комплексов на Земле. Выделяется широтная зональность и высотная поясность. Давайте подробно на этом остановимся. Широтная зональность — это изменение природных условий от экватора к полюсам. Вследствие неравномерного распределения солнечного тепла. Как итог, мы делим географическую оболочку на географические пояса, где отличается температура, воздушные массы, почвы, растительный и животный мир. Природные зоны выделяются в пределах географических поясов из-за различного сочетания тепла и влаги возле океана и во внутренних частях материков. Высотная поясность — это закономерная смена природных условий и природных комплексов в горах от подножия к вершине. Первый высотный пояс всегда соответствует той природной зоне, в которой расположены горы. Географическая оболочка, как целостная система, формировалась и развивалась непрерывно под влиянием воздействия внешних и внутренних процессов. В результате сформировался неповторимый облик нашей планеты. Природный комплекс Комплекс в переводе с латинского означает «сочетание». Природный комплекс — это закономерное зачитание компонентов природы — горных пород, воздуха, вод, растений, животных и почв на определенной территории. Компонент в переводе с латинского означает «составная часть целого». При изменении одного компонента природного комплекса изменяется весь природный комплекс. Обратите внимание на схему природного комплекса. Рельеф и горные породы, растительный мир, почвы, животный мир, воды, климат. Взаимодействие человека и природы. Все природные богатства можно разделить на две большие группы. Исчерпаемые и неисчерпаемые. Энергия солнца, энергия приливов, тепло земных недр. Исчерпаемые, в свою очередь, делятся на возобновимые и невозобновимые, полезные ископаемые. Человек воздействует на все составные части географической оболочки, создавая экологические проблемы. Природные ресурсы. Рассмотрите, пожалуйста, данную схему. Исчерпаемые и неисчерпаемые, возобновимые и невозобновимые. Глобальная экологическая проблема. Это проблема, которая охватывает всю планету. Первой глобальной проблемой становится истощение минеральных ресурсов на Земле. Сейчас на каждого жителя Земли требуется более 50 килограмм топлива, руды и строительных материалов. Еще острее стоит проблема потепления климата, в которой не обошлось без человека и его воздействия на природу. При сжигании топлива в атмосфере образуется углекислый газ, который задерживает тепло, излучаемое землей. Температура в нижних слоях атмосферы увеличилась на 0,6 градусов по Цельсию, что привело к таянию льдов в Антарктиде и поднятию уровня Мирового океана на 15 сантиметров. Бытовые свалки являются еще одной бедой человечества. В результате изменений условий жизни ежедневно уменьшается разнообразие растительного и животного мира. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова